Каждый человек имеет свои жизненные ценности, и если они ему дороги, он будет их защищать. Когда-то у жителей большой страны под названием СССР были общие ценности, которые не обсуждались. Люди их почитали и защищали. Я сейчас говорю о памяти павших в Великой Отечественной войне. В современном мире она обесценивается, к сожалению и к стыду. Ветераны задешево продают ордена и медали, чтобы выжить. А кто-то попросту делает на этом бизнес, без зазрения совести, продавая чью-то память и боевые заслуги. Всего по акту сдачи принято в музее 25 названий ценностей ветерана войны и труда Волобуева Демьян Ивановича. Перечень экспонатов, переданных в музей и несколько фотографий. Это все, что осталось у Тамары Федоренко в память об отце. Участники Великой Отечественной войны Демьяни Волобуеви. После его смерти женщина решила увековечить память отца и передала медали и личные вещи в поселковый музей славы. Решили не оставлять вот эти семейные реликвии дома, только для себя и для будущих своего поколения, внуков, правнуков, чтобы другие люди могли узнать о его подвиге, о его жизни. Организовали поселковый музей боевой славы бывшие руководители дома культуры Николай и Галина Шляховы. В 1972 году родственники участника войны принесли им боевые фотографии и попросили сделать стенд об их отце. С этого все и началось. Началось с документальных, а потом начали вещи. Там вот у нас был снаряд, допустим, привезли картошку из Белоруссии. И здесь оказался снаряд в этом, в картошке. Эхо войны. Несли в музей и каски, и шинели, боевые записки и фотографии, ордена и медали. Очень скоро музей стал гордостью поселка. В нем насчитывалось более двух тысяч экспонатов. Китель с медалями для Георгия Андреевича Гудкова дороже всего. Дедушка признается, что подумывал отнести дорогие сердцу вещи в музей, да все никак не мог собраться. Оказалось, не зря. Эти коробки с фотографиями и вырезками из газет про ветеранов местные школьники нашли на мусорке. Георгий Андреевич был просто в шоке, когда узнал об этом. И признается, первое, что сделал, поцеловал каждую медаль на своем кителе. Это же не для себя делали. Это делали для тех, которые подрастают, ребятишки. Это было, это было, было, было. И не дай бог тому, что это было, видеть это, знать им. Я очень осуждаю за то, что так плевательски отнестись к, собственно говоря, к участникам войны, по-русски говоря. Поют бывшие руководители Дома культуры теперь только дома. А в 2013 году на ремонт здания выделили большие деньги. Лишние глаза были не нужны, признаются шляховы. И их отправили на заслуженный отдых. А музей боевой славы ликвидировали. Зан Макима района нашего. Эту фигню все убрать. Надо оформление, музей и прочее. Помещение понадобилось для проведения, ну как, дней рождения, всяких корпоративчиков таких. Больше попасть в свой родной Дом культуры они не смогли. Позже рассказали семьям, кто сдавал экспонаты, что музей упразднили. Но вернуть переданное оказалось невозможно. У меня первая была мысль, что как они могли. Вот именно, ну чисто нравственная точка зрения. А когда уже мне намекнули на это, тут я поняла, что и включены материальные интересы. Кайрбек Рамазанов, коллекционер, не раз был в Таврическом музее. Специалист подтверждает, что там были действительно ценные вещи. Как, например, орден боевой славы первой степени. Он стоит более тысячи долларов на черном рынке. Ордена за отвагу. И то, что их могли продать, вполне вероятно. Хоть был закон, что это запрещено было, а все равно нелегально все это. Куполь и продаж идет до сего еще не дня. Сейчас уже никто не сможет сказать, на какую сумму исчезли медали и ордена. Нет уже ни того зам Акима, ни назначенного нового директора Дома культуры. Но ответственные лица обещают родственникам помочь. Я возмещен этим фактами. Мы со своей стороны будем вести свое расследование. Разберемся в этом деле. Если виновные найдутся, конечно, мы их накажем. А вот те награды, которые были потеряны, мы постараемся вернуть. В это обещание родственники верят слабо. Поэтому уже готовят заявление в полицию о краже имущества и требуют найти и наказать чиновников, которые посигнули на память участников Великой Отечественной войны.